Как произносить правильно, джуха или юха? Я родом из Финляндии, поэтому правильно произносить юха. Вы в последний год стали легендой всего сетевого бизнеса, нетворк-маркетинг. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь нетворк-маркетинг-бизнесом и почему именно ванкуэнзи? Я занимаюсь сетевым маркетингом уже 23 года. Последние 16 лет я занимаюсь сетевым маркетингом профессионально. В течение многих лет я работал в крупных компаниях, организациях. Все эти годы я учился выстраивать отношения с людьми. Когда в 2014-м появился ванкуэн, нельзя сказать, что я выбрал ванкуэн, это он выбрал меня. Со мной на связь вышло доктор Ружа и мистер Себастьян Гринвуд. Не могу сказать, что я никогда не слышал о биткоине. Я читал о нем. И Ружа и Себастьян сказали, что то, что они делают, это практически биткоин. Просто они будут делать это по-другому. Вот почему и появился ванкуэн. Вы стали мастером-дистрибьютором и чеком номер один в ванкуэн. Как вам удалось за год с небольшим создать такую большую структуру, как много пришлось работать? То, что мы сделали, это правильный тайминг выхода ванкуэн на рынок. Подходящее время на рынке. В то время, когда запустился ванкуэн, и мы начали работу ванкуэн, многие компании боролись за свое существование. Многие крупные мировые лидеры смотрели в сторону новых решений. Многие люди устали от продажи и хранения различных товаров. И в тот момент, когда появился ванкуэн, он представлял из себя что-то новое, что-то очень интересное. Все люди говорили, вау, что это за криптовалюта такая. И начиная работать с ванкуэн, мы создали один из самых мощных маркетинговых планов в этой индустрии. Таким образом, через полтора года, мы достигли 1 миллиона 750 тысяч участников с миллиардами евро оборотов. И у нас можно развивать несколько аккаунтов. Что мы на самом деле сделали, и почему получили такой большой успех? Это очень много тяжелой работы. Нельзя добиться такого результата, работая один час в неделю. Люди думают, что очень просто выстраивать свою сеть, и что я всего добился на халяву. Но очень жаль, что люди так думают, ведь они многого не знают. Я ведь работаю не только на мероприятиях. Я работаю по 20 часов в сутки по интернету, провожу вебинары, тренинги, общаюсь с лидерами. Моя организация представлена в 204 странах. И нужно понимать разницу во времени. Когда я иду спать, где-то люди просыпаются, и им тоже нужна моя помощь. Поэтому надо понимать, что я не просто мероприятия устраиваю. Я много езжу, много встречаюсь с людьми, постоянно реинвестирую в бизнес, чтобы он рос. Таким образом, правильный выбор времени выхода на рынок и сама концепция OneCoin сделали меня первым чеком в мире. Еще пару лет назад я не представлял, что когда-нибудь окажусь на этом месте. Но сегодня я нахожусь на этом месте, и это прекрасное чувство. Я ведь остаюсь собой. Я помогаю всем от чистого сердца добиться поставленных целей. Мы следим за вами на Фейсбуке. Мы видим, как много мест вы посещаете. Приходится ездить из одной страны в другую. Конечно, это сумасшедшее, очень тяжелое расписание. Могу себе представить. И когда люди думают, что это легко, конечно, понятно, что это не так. Я приезжаю из аэропорта в отель. Быстро распаковываясь, сразу иду на встречи. И так два дня. То, что я вижу, когда я в Турции, отель Хилтон. Когда я в Гонконге, то все, что я вижу, это отель Шангрилла. Я был во многих странах, но я больше видел отели изнутри, чем большинство других людей, которые тоже ездят по миру. Только так получается путешествовать. Евгения, нам очень повезло, что мы смогли поймать Юху здесь, в Паттайе. Мы на самом деле несколько раз пытались застать его. Все-таки самый главный вопрос, который нам задают лидеры, сомневающиеся в Ванкоин. Чем гарантирована эта криптовалюта? Насколько мы можем быть уверены, что она не исчезнет? Это вопрос, ответ на который я часто слышу от доктора Ружи. Вот что она говорит. Сама по себе криптовалюта не имеет ценности. Ценность издается спросом и предложением. Сегодня мы находимся в состоянии, когда мы стараемся построить серьезное сообщество, где мы добываем монеты. И ценность Ванкоина, которую мы имеем на сегодня, сколько токенов у нас находится в майнинге. Когда монеты выходят из майнинга, то ценность монеты автоматически растет. Этот процесс регулируется математически. Это означает, если посмотреть на бэк-офис, что 60% идет во вне, а 40% возвращается обратно в систему. И они начинают опять работать изнутри. В тот день, когда мы выйдем на рынок, это произойдет, когда у нас будет намайнено 75-80% коинов. Тогда-то и станет понятна истинная ценность монет, потому что речь уже пойдет именно о спросе и предложении. Конечно, нельзя наверняка сказать, где именно мы окажемся через полтора или два года. Но прогноз доктора Ружи заключается в том, что когда мы выйдем на рынок, цена монеты будет 25-35 евро. Таким образом, со дня, когда мы начали добывать ванкойны в январе 2015 года и до дня выхода на рынок, нам надо подождать и понять истинный спрос и предложение. Но то, что Ружи делает сегодня, она создает спрос и предложение вовне, запуская новую торговую платформу, где люди смогут использовать монеты. До тех пор, пока люди не могут обменивать монеты, ванкойн не имеет фактической ценности. Тот день, когда мы сможем использовать монеты, когда мы сможем их обменивать, торговать монетами, когда будет производиться обмен ванкойнов на деньги на бирже, тогда мы получим истинную ценность монеты. Торговая площадка будет запущена в течение этого года, мы ее ждем в течение нескольких месяцев. Торговая площадка будет запускаться поэтапно. То, что я слышал от Ружи, когда мы встречались в Лондоне, это то, что первый этап торговой программы будет запущен в следующем месяце. Это будет первая возможность для наших партнеров, чтобы начать использовать монеты. Наши участники уже могли увидеть, что компания производила всех работы в бэк-офисе на обменной платформе. И мы также делаем некоторые обновления с системой OnePay, позволяющей интегрировать ее с общей платформой. И мы уже приступили к работе по интеграции системы кэшбэка с нашей системой. Следующим шагом будет создание более крупной платформы, где можно будет обналичивать больше монет. Партнеры смогут подключать в системе интернет-магазины, которые готовы принимать OneCoin как полноценную денежную единицу. И получать комиссию за использование коинов. Да, люди будут получать что-то типа комиссии. Мы называем это кэшбэк, возврат денег. Кэшбэк-система заключается в том, что каждый человек, который покупает что-либо в системе или привлекает еще людей в систему, получает возврат части денег. Это смогут делать люди из разных стран. Например, Евгения из Казахстана. Я приехал из России. Жители Европы, Китая, других стран смогут совершать покупки. И это будет интегрировано в платформе? Да, в бэк-офисе будет некая форма, которую каждый участник сможет распечатать и раздать людям или магазинам. Потом эту форму надо будет отправить в специальный департамент компаний, который проверит информацию. И таким образом магазин будет соединен с нашей платформой. Хорошо, понятно. И вы говорите, что платформа будет запускаться поэтапно. Когда она будет все-таки запущена, мы, как пользователи Ванкойна, сможем монетизировать Ванкойн, покупая продукцию и услуги. Мы не знаем, с какого количества монет мы начнем, потому что мы еще только в процессе. Но шаг за шагом мы приведем систему в рабочее состояние. Часть за частью мы доведем до определенного уровня. Но, конечно, настоящий бум начнется в тот день, когда мы официально выйдем на внешний рынок. Когда Ванкойн выйдет на биржу. Хорошо, понятно. Это будет, предположительно, в следующем году? Это будет в конце 2017 года. Но, как в любой молодой компании, у нас не все гладко. И партнеры всегда начинают волноваться, когда возникают какие-то заминки. То биржа перестает работать, то сбивается удвоение токенов. Как реагировать лидерам в таких случаях? Как вы отвечаете на такие вопросы? В первую очередь, необходимо понимать, каким образом происходит сплит токена. Да, могут появиться какие-то сбои в тот момент, когда происходит сплит токена. На самом деле, я не знаю, как это происходит с технической точки зрения. Я не могу ответить на этот вопрос. Поэтому я предлагаю обратиться в службу технической поддержки. Еще один момент насчет покупки и продажи монет. Многие из тех, кто жалуются, не сделали верификацию должным образом. Люди должны понимать, что если они начали с пакета стартер, то они не могут продавать монеты. У них недостаточно монет. Они не могут продавать. У них лимит меньше одного коина. Они не могут продавать. Да, я не понимаю, зачем они жалуются. Им просто нужно повысить пакет. Еще до того, как мы обновили нашу платформу с программой мерчантов, ордера по продаже и покупке порой истекали. Было так много покупок и продаж в системе, что у некоторых ордеров мог истечь срок. Это основная причина. Другая причина, по которой люди жалуются, что не могут покупать и продавать ванкойны. Я посмотрел на эти случаи и понял, что около 90% жалоб, когда люди говорили мне, звонили по скайпу, и я говорил, можно я посмотрю ваш аккаунт, чтобы я мог понять, что именно происходит. Первое. 50-60% документов для верификации оформлено неверно. Второе. Монеты все еще депонированы. Третье. Они продавали больше полутора процентов, позволенных к продаже за день. Иногда нужно еще раз разместить ордер. Просто еще раз разместить ордер. Если ты играешь на настоящей бирже, покупаешь настоящие акции, иногда ты ставишь ордер, а акций уже нет. Здесь то же самое. Люди буквально атакуют с продажами и покупками. И поэтому программа просто не может выдержать такое количество ордеров. И получается, что у ордера истекает срок. Но это все было до обновления. Были некоторые проблемы. Сейчас, когда мы запустили новую улучшенную систему, насколько я понимаю, все стало работать хорошо. У нас больше нет никаких проблем. Да, много коинов уже было продано после того, как появилась новая система. Скажите, пожалуйста, чтобы выйти на такой чек, как у вас сейчас, в январе было 4 миллиона долларов, в феврале, возможно, больше. Сколько нужно открывать аккаунтов, как строить свою структуру, к чему стремиться нашим лидерам? Самое главное – правильно строить сеть. У нас нет больше этого пакета. Раньше был такой пакет, пакет «Элит». Там был лимит 50 тысяч евро. И вот если каждый аккаунт приносит 50 тысяч в неделю, то это уже очень много. Но я взял эту позицию и от этой позиции выстроил еще две позиции, по одной с каждой стороны. И они стали давать большой прирост, потому что у них стали появляться еще внутренние ноги, и еще, и еще, и еще. И если вы выводите на максималку 10 аккаунтов в неделю, это уже 500 тысяч в неделю. А если еще 10 аккаунтов, то это уже миллион в неделю. И получается, что если у вас 20 или 30 аккаунтов, и некоторые из них делают 20 тысяч, 10 тысяч в неделю, 6 тысяч, 35 тысяч в неделю, то посчитайте сами все это вместе. Я работаю на свою компанию. Это же не совсем личный доход. Это то, что я приношу своей компании. Я правильно понимаю, что если кто-то хочет выстроить сильную сеть, то вторую позицию он открывает только после того, как достиг лимит в первой. Нет, в любое время можно начать новый аккаунт. Главное — это делать правильным образом. Вот у кого-то один аккаунт. Он добавляет две ноги, и он начинает развивать их. И я начинаю развивать одну ногу, потому что по ней хорошо набирается объем. Здесь можно и одну, две, три, четыре ноги добавить одновременно с каждой стороны. Но для этого нужно очень много серьезных связей, привлечь много лидеров к своей работе. Надо будет больше времени на это тратить. Поэтому, если ты хочешь работать с одним аккаунтом, ты работаешь с одним аккаунтом. Если ты работаешь с 20 аккаунтами, значит, у тебя идет одновременно работа с двумя-тремя стами разными лидерами. И два-три часа в день для такой работы — это ничто. Тут уже нужно будет говорить о том, чтобы работать 20 часов в день, 7 дней в неделю. Не будет времени полежать в бассейне или выйти встретиться с друзьями. Нужно будет полностью сфокусироваться на своем бизнесе. Когда меня люди спрашивают лично, сколько еще других сетей, которыми вы занимаетесь, откуда такой большой доход, как удается такое выстроить? Ответ прост. Я сфокусирован на том, что делаю. Я сфокусирован на одной вещи. И моя цель — сделать все от меня возможное к тому дню, когда мы выйдем на рынок в 2017 году. Те деньги, которые мы зарабатываем сейчас, это деньги, которые нам нужны в пути. То, что действительно сделает меня богатым, это тот день, когда мы выйдем на рынок. Потому что все, что я имею, станет в этот момент ликвидным. Это то, что сделает меня реально богатым. То есть нужно просто иметь в голове глобальную картину. Вот это о чем. Я сейчас только выстраиваю свой второй аккаунт. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, что если бы с самого начала я выстроил три или четыре позиции, то у меня просто не было бы времени на сон. И я не могу сказать, что я какой-то лентяй, который целый день в бассейне плавает. Вон у нас, кстати, есть тут бассейн. Я в основном работаю онлайн. Евгения проводит много скайп-сессий, много звонков, скайп-разговоров, вебинаров, тренингов. Но, конечно, чтобы сделать 20 позиций, нужно вложить в 20 раз больше усилий. Конечно, это очевидно. Да, и нужно посетить в 20 раз больше стран. Если вы работаете в одной стране, вы работаете в одной стране. Останавливаться и жить в отелях в 20 раз чаще. Много аэропортов, много бизнес-зон. Скажите, пожалуйста, свое пожелание нашей команде. Мне повезло, что я в команде Ильи Манина. Это очень профессиональная команда. Мы очень много, он проводит, организует презентации, обучение. И что вы пожелаете нашей команде? Я знаком с Ильей уже долгое время и знаю его как прекрасного лидера, отличного онлайн-предпринимателя. И я слежу за его работой с сайтом, смотрю на те обновления, которые там происходят. И что я хочу сказать? Если каждый лидер будет этичен в своей работе, если каждый лидер будет следовать правилам и будет работать так, как Илья, тогда бизнес будет расти. Это первое. Потому что самое важное в сетевом маркетинге это отношение с людьми. Это помощь спонсоров, поддержка, которую вам оказывают. И у вас уже есть прекрасная поддержка. Можно использовать материал с командного сайта. И также весь материал, который есть на сайте ВанКоин. Что касается России, Россия – это страна, в которой я выстраивал бизнес в некоторых компаниях. И я понимаю определенные сложности, которые там имеются. Например, с переводом денег и налаживанием ввода и вывода средств. Вчера у меня был телефонный разговор, не самый короткий, потому что я должен был подготовиться к разговору с доктором Ружей. И мне сказали, подожди пару недель, и у нас будет открыт банковский счет в России. Мы на пути к тому, чтобы наладить ввод денег в России. Мы готовимся. Она сказала, дай мне несколько недель. Мы очень серьезно над этим работаем. И скоро это произойдет. И после этого Россия войдет в пятерку, в топ-10 стран по развитию ВанКоин. Россия проснется, как после спячки. Как будто мы сейчас просто медведи в спячке. Спящие медведи. Именно, именно. Кари сказал, я пришел, чтобы разбудить вас. И у нас будет мероприятие в Новосибирске в конце апреля на 400 человек. И затем в Москве в конце мая 2 или 3 команды вместе на 2000 человек. Мы организуем очень большое мероприятие. На самом деле, я надеюсь, что именно на этом событии мы сможем объявить о том, что банковский счет открыт. Я знаю, что Ружа работает очень много для того, чтобы это произошло. Да, она говорила нам про этот банковский счет, что в течение года он будет открыт. Но просто нужно время, потому что это непростой процесс. Да, в России условия открытия совершенно другие по сравнению с Европой. И она хочет сделать это в соответствии со всеми существующими правилами и законодательством, чтобы не сделать что-то неверное. Следуя всем правилам. В этом философия Ван Коина. Если все в работе придерживаются этических норм, то мы на пути к тому, чтобы стать одной из самых крупных сетевых компаний в мире. И мы будем доминировать на рынке криптовалют до конца жизни. А скажите, пожалуйста, как вы смотрите вперед на то, что в России сейчас постоянно поднимается вопрос о запрете криптовалюты, о том, что там будет введено административное наказание за обращение криптовалюты. Что вы думаете об этом? Возможно ли запретить гражданам использовать... И когда начинаешь делиться информацией, люди первым делом заходят в Гугл, конечно, и находят там жуткие статьи про биткоин, про криптовалюту. Я слежу за тем, что происходит в России. Я знаю, что президент Путин несколько раз выступал с подобными угрозами за последние полтора года. И до сегодняшнего дня ничего не произошло. Не знаю, в курсе вы или нет, но, например, два с половиной месяца назад Путин объявил, что они исследуют блокчейн. Выходит, с одной стороны, они не могут это сделать, с другой, они ищут способ сделать это. Но нет на самом деле такого правительства в мире, которое могло бы запретить криптовалюту. Что происходит? Вот взять ванкоин. Ванкоин – это нечто слишком крупное, чтобы кто-то мог его запретить. Мы не можем здесь потерпеть неудачу, потому что нет такого законодательства, которое бы говорило, что вот здесь вы правы, а здесь нет. Если какое-то правительство говорит, что вы не можете этим заниматься, не думаю, что люди обратят внимание на такие высказывания. Что бы ни произошло, движение будет продолжаться и продолжаться. И люди в Нигерии не читают по-русски. Русские не читают по-фински. Финны не читают по-японски. Японцы не читают, ну, скажем, по-французски. И бизнес будет идти вперед, вперед и вперед. Что я хочу сказать. Много лет назад я работал с другой компанией. Очень много лет назад. И я ушел из той компании и стал работать с другой. И позже я узнал, что компания закрылась. Разорилась. И я приехал в Россию с другим продуктом. Это было 14 лет назад. И тут я встретил людей, которые все еще развивают ту компанию. Несмотря на то, что она была закрыта, она закрылась несколько лет назад. Я сказал, этой компании же нет больше. Но они по-прежнему ведут какие-то деловые переговоры. Получается, они не могли читать по-скандинавски. Но с криптовалютой это по-другому. Потому что партнеры владеют монетами. У монет есть алгоритм. И люди спрашивают меня, приведите пример, что будет, если ванкойн остановится однажды. Мы продолжим майнить монеты. У нас есть алгоритм. Мы делаем то же самое, что биткоин. Мы выйдем на рынок. Так или иначе, мы выведем ванкойн на рынок. Мы увидим реальный спрос и предложение. У нас 1 миллион 700 тысяч членов. В конце этого года будет уже 3 миллиона. И мы станем крупнее биткоина в конце этого года. В течение одного года точно, если говорить о капитализации. Если я посмотрю только на это, если я немного посчитаю и посмотрю на биткоин, то я бы сказал в ноябре. Да, я так думаю, в конце этого года. Все немного зависит от обстоятельств. Чем сильнее становится ванкойн, тем слабее делается биткоин. И наступит тот день, когда ванкойн станет номером один. И тогда-то люди поймут, что цена биткоина упадет. Цена биткоина упадет, потому что больше и больше людей начнут продавать биткоин и покупать ванкойн. Потому что они захотят присоединиться к этому движению. То есть вы говорите, что этот процесс уже невозможно остановить. Нас 1 миллион 700 тысяч человек, мы в 200 странах. 204 страны. Мы представлены в 204 странах. И мы проводим огромные мероприятия, такие как в Харбине или Лондоне. Многотысячные мероприятия. У нас сейчас предстоит большое мероприятие в Германии. И если я посмотрю вперед на свое расписание на 2 месяца, я делаю большое мероприятие в Таиланде. Я делаю большое мероприятие на 5000 человек в Камбодже. Я делаю еще мероприятие во Вьетнаме. Одно мероприятие в Гонконге. Еще я делаю мероприятие в Токио. И одно на Филиппинах. Еще раз в Таиланде. И одно в Малайзии. И, конечно же, 11 июня глобальная конвенция в Лондоне. И в это же время у меня будет несколько встреч в Европе. Мы растем очень быстро. Я планирую поехать в Нигерию и также в Уганду. И я жду зеленый свет для США. Я знаю, что американские регулирующие органы и юристы компании очень много работают для того, чтобы это быстрее произошло. И я хотел бы сказать людям, надо просто быть терпеливыми. И когда там все будет готово, мы будем готовы туда поехать. США – это очень важный рынок для нас. Но мы должны все сделать правильным образом. Все должно быть сделано хорошо. Мы растем быстро и устраиваем большие мероприятия по всему миру. То есть все это происходит вопреки тому негативу, который блогеры пишут в интернете. Конечно, многие люди читают, особенно те, кто может читать по-английски. Если внимательно посмотреть на то, что именно эти люди пишут, они пишут о многих компаниях. Я слежу за некоторыми материалами на эту тему. Я, естественно, не сильно всем этим интересуюсь, потому что я знаю, что 99,9% информации ошибочна. Я хотел бы просто привести один пример, который меня очень расстроил. Потому что пару месяцев назад я был обвинен в том, что я говорю людям о маркетинговом плане, что надо делать то-то, то-то и то-то, чтобы это сработало. И я был шокирован, потому что люди стали меня обвинять. Я лично работал над этим планом вместе с мистером Себастьяном. И затем я наткнулся на материал беседы, где была моя фотография, где я разговариваю с людьми. И я был шокирован. Я сказал, не может быть, чтобы это был я. Я стал искать в интернете и был в шоке, потому что за 24 часа я обнаружил 21 аккаунт в Фейсбуке под моим именем. И один из этих аккаунтов выглядел так, как будто я отвечал на вопросы, которые какие-то глупые люди спрашивали. И стало ясно, что тот же самый человек, который создал этот аккаунт, сам задавал эти вопросы, и сам же на них отвечал так, как будто бы это был я. Тогда я позвонил в Фейсбук и написал жалобу. И они закрыли все эти аккаунты. Сейчас у меня есть человек, который просматривает Фейсбук каждые 48 часов. Как правило, мы закрываем один Фейсбук-аккаунт каждые три дня. Это аккаунты, в которых содержится моя личная информация, мое лицо, мое имя. Но дело в том, что у меня есть только один аккаунт. Я никогда не использую никакие другие. Еще, что бы я хотел сказать всем людям, лидерам не только в России, по всему миру. Надо прежде всего думать, правда это или нет. Если вы находите что-то в Фейсбуке, если вы находите что-то в Интернете, это же может быть фейк, который просто кто-то написал. И если вы не находите эту информацию на сайте Ван Коин, в бэк-офисе, на вебинарах, значит это неправда. Потому что я так объясняю людям. Вот кто-то что-то сказал, и я спрашиваю. Вы действительно думаете, что доктор Ружа позвонила вот этому человеку из Англии или еще какой-то страны, и сказала именно этому человеку, мол, вот что мы собираемся делать в Ван Коин. Еще до того, как мы об этом узнали. Это никогда не может произойти. Никогда в жизни. Информация в этой компании идет от доктора Ружи. Она генеральный директор, на 100% владелец компании. И по почте, через информационные письма, бэк-офис, официальный сайт, официальная страница Ван Коин на Фейсбук, это единственные источники информации. Потому что то, что она говорит, все там. Не важно, что говорят другие люди. Не обращайте на них внимания. Эти сайты в интернете проплачены. Каждый раз, когда вы заходите на эти сайты, кто-то получает за это деньги. Потому что они получают деньги в зависимости от того, сколько людей зашло на их сайты. Это связано с рекламой. Эти люди зарабатывают миллионы. Они миллионы зарабатывают. Потому что есть наивные люди, которые верят, что вот это-то и есть настоящая правда. Но вы можете поискать в интернете Amway, Herbalife, любую компанию в мире. И вы найдете абсолютно похожую историю. Одно только меняется. Название компании. И это все скам. И это все скам. И здесь встает вопрос, кому вы верите? Доктору Ружи? Или анонимным блогерам, которые даже своего лица не показывают? Мы даже не знаем, кем они на самом деле являются. Или мы верим в то, что Ван Коин – это легальная компания. Потому что нет ни одной страны, в которой была бы хоть одна жалоба на то, что что-то происходит не так. Мы абсолютно легальны. На нас не поступало никаких официальных жалоб. Я читаю некоторые газеты, где сказано, что полиция нашла что-то по Ван Коину. Нет, они не нашли ничего. Потому что газеты, когда это пишут, они не в полицию обращаются. Они спрашивают разных людей, и те говорят, да, что-то такое, я слышал об этом. Но если есть человек, у которого есть сомнения по поводу Ван Коин, вместо того, чтобы звонить в полицию или в прессу, позвоните или напишите в наш юридический отдел. Контакты нашего отдела можно найти на главной странице на официальном сайте Ван Коин – onecoin.ia. Отправьте им вопрос, и они дадут вам абсолютно верный ответ. Журналисты никогда не дадут верный ответ. Журналисты пишут то, что другие заказывают им написать. А в моем прежнем бизнесе я организовывала в Казахстане очень большие ивенты вместе с правительством. Я бы очень хотела организовать ивент для Ван Коин с вашим участием. Вы много ездите по Азии, мы страна Центральной Азии, можем мы согласовать удобный для вас срок, и вы приедете в Казахстан. У нас большой потенциал. Казахстан на самом деле одна из стран, куда я собираюсь. Я планирую в ближайшем будущем посетить некоторые страны, которые я считаю очень интересными. Казахстан является одной из этих стран. Также это страна, в которой я раньше никогда не был. Молдавия – это еще одна страна, в которой я никогда не был. Монголия – еще одна страна, в которой я никогда не был. Беларусь – это страна, где я тоже никогда не был. Эти четыре страны в моем списке, я хотел бы их посетить в ближайшем будущем. Поэтому, когда я закончу со всеми этими крупными мероприятиями в Азии и после лондонского мероприятия, я вернусь к списку. Я живу в Азии, мне тут нравится, потому что тут климат хороший. Так что, когда сойдет снег и придет лето в Казахстан, я, может быть, приеду. У нас очень большая, красивая страна и у нас очень много денег у людей. Мы имеем нефть, мы имеем редкоземельные металлы, мы имеем уран, мы имеем желтый фосфор, то, чего нет в других странах. И это большие деньги. Еще одна вещь, которая есть в Казахстане. То, о чем я узнал, это то, что в Казахстане очень много лидеров сетевого маркетинга. Я знаю, что есть люди, которые выстроили гигантские организации не только внутри Казахстана, но и за пределами страны. Поэтому для меня будет честь поехать туда и встретиться с этими лидерами. В моей организации в Казахстане есть лидеры, кто построил огромные структуры. Поэтому, конечно, я знаю, что Казахстан – это страна, которая активно развивается, что у нее очень правильное руководство. Я слышал, что экономика Казахстана становится все более и более сильной. У людей есть деньги, они ищут новые возможности. Я знаю, что у Казахстана очень сильная экономика, хорошее правительство. Мы благодарим вас. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и за то, что записали это интервью. Это очень важно для развития наших структур. Для меня, как новичка в сетевом бизнесе, я все время учусь в последние месяцы, мне это очень интересно. И очень правильно, что вы делаете это интервью. Это очень хороший способ, который позволит донести информацию очень быстро тысячам и тысячам людей и подготовить их к мероприятиям ВанКоин, встречам в Москве, куда поедет Илья, поедет Кари. Я со временем поеду. Люди из соседних стран тоже поедут. Очень много чего позитивного происходит в компании. Интервью – это прекрасный инструмент. И для меня это честь, что вы нашли время приехать из Гоа, из Индии, чтобы записать это интервью. Я благодарю вас от всего сердца. Спасибо.